Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Президент Казахстана принял пример министра Чехии. Особое внимание стороны уделили перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В Казахстане ввели экспортные пошлины на семена подсолнечника. Чиновники считают, что эта мера позволит увеличить загрузку заводов, но предприниматели полагают, что эти пошлины загубят бизнес. Модернизация, решение вопросов бизнеса и поддержка сельхозпереработки. Аликан Смаилов обозначил приоритеты развития Абайской области во время визита в регион. Чешские компании проявляют заинтересованность в реализации проектов в Казахстане. Токаев принял пример министра Чехии Петра Фиалу. Особое внимание стороны уделили перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере. Президент Казахстана Токаев сообщил, что рассчитывает на запуск прямого воздушного сообщения между столицами двух стран. Сейчас самолеты вылетают из Алматы до Праги с пересадкой в Германию. Если будет прямой рейс, Астана-Прага, то будет гораздо удобнее совершать перелеты. Мы приветствуем инвестиции из Чешской Республики в различные сектора экономики, включая энергетику, машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, финансы, медицина и фармацевтика. Мы также рассчитываем на запуск прямого воздушного сообщения между столицами наших стран. В свою очередь чешские компании заявили, что помогут модернизировать энергетику Казахстана. Этой осенью наша бизнес-делегация прибудет в Казахстан. Энергетическая безопасность является очень важной сферой. Мы помогаем модернизировать вашу энергосферу. Мы готовы предложить нашу продукцию, наш опыт. Нам также нужно модернизировать собственную энергобезопасность. Чешская компания «Шкода» выразила заинтересованность в предоставлении Казахстану своей продукции. Кроме того, чешские компании готовы предоставить Казахстану передовые решения в области оборонного оборудования. Транспортная компания «Шкода» заинтересована в предоставлении продукции в таких сферах, как горная добыча и металлургия. Также здесь присутствуют такие компании, как «Эра» и другие. Они предлагают передовые решения в области оборонного оборудования взамен на старые системы, а также системы по контролю воздушного трафика для военных целей и для гражданской авиации. Чешский премьер также заявил о готовности чешских компаний к сотрудничеству в сельском хозяйстве. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42 при поддержке ТРК президента. В Казахстане ввели экспортные пошлины на семена подсолнечника. Пошлина составила 20% от стоимости сырья, но не менее 100 евро за тонну. Ранее министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщал, что решение о вводе экспортной таможенной пошлины на семена подсолнечника приняли из-за угрозы вывоза этого сырья. Минторговля считает, что эта мера позволит увеличить загрузку маслоперерабатывающих заводов и повысить экспорт переработанной сельхозпродукции. Но предприниматели полагают, что эти пошлины загубят бизнес. Эти вопросы обсудили в партии Акжол. То есть мы сейчас в связи с пошлиной, у нас все заводы остановились. Почему? Потому что для нас пошлина бьет по карману и очень это дорого. Нам невыгодно платить пошлину и покупать у крестьян, и отправлять, перерабатывать и дальше отправлять в экспорт. Что за пошлина? В каком проценте? 20% от стоимости товара государственная дополнительная пошлина установлена с февраля месяца. Потому что вы экспортер? Да, на экспорт подсолнечника и ядра подсолнечника. Как отмечает Национальная ассоциация переработчиков масленичных культур, нехватка семян только в Центральной Азии, без учета Казахстана, на данный момент превышает полмиллиона тонн. Учитывая, что в России действует заградительная экспортная пошлина на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну, а в Казахстане введен полный запрет на вывоз семян подсолнечника до 10 мая 2023 года, единственным источником импорта семян подсолнечника для стран Центральной Азии, а также Китая, Афганистана и других остается только Казахстан. Мажористмен Перуашев полагает, что здесь нужно поддержать местный бизнес. Мы здесь ориентируемся на позицию России. Почему тогда на позицию России не ориентируется по поддержке сельского хозяйства? Какой уровень субсидий, какой уровень поддержки в России и в Белоруссии к своим психозникам? И какой у нас? Это небо и земля. Почему у них намного дешевле получается и выгоднее производство и пшеницы, и масленичных культур? Потому что поддержка совсем другая. Мы, получается, своим, говорю, выживайте как можете, выживите, не выживите, значит, посмотрим. А когда касается продажи, уже своего труда, результатов труда, тут вы начинаете их ограничивать. Если сырье вывезут, то не получится удерживать стабильными цены на подсолнечное масло, объясняет Национальная Ассоциация Переработчиков Масленичных Культур. Указывается, что пошлина на экспорт масла семян введена на постоянной основе. В итоге Минторговля пока против отмены или снижения этой пошлины. Но, по словам чиновников, бизнесу все равно оказывается поддержка. У нас есть меры поддержки при экспорте. Это вот по линии тоже Министерства торговли. У нас есть департамент продвижения экспорта, который именно ядро, ой, вернее, семечку в сыром виде, конечно, никто на экспорт меры поддержки не оказывается. Вот по линии, мы только переработку. Масло подсолнечное, вот если у вас там в упаковке, как ядро подсолнечника, вы можете, это как переработанный товар. Соответственно, вы можете обратиться в Министерство торговли с вопросом по предоставлению субсидий при экспорте. То есть там у вас транспортные расходы субсидируются, потом продвижение вашей продукции на внешних рынках. Мы же много, ну, как бы работа направленная такая, именно для продвижения нашей уже переработанной продукции на внешние рынки. Пооруженший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Мужчина забрался на башенный кран в Астане и угрожает себя поджечь. Предположительно, он приехал в Астану из Североказахстанской области. Мужчина недоволен решением суда в земельном споре в отношении земельного участка коллективного хозяйства площадью 220 гектаров, находящегося в Североказахстанской области. Этот земельный участок принадлежал семье мужчины. Со слов родственника участника этой акции, в 2002 году земли сдали в аренду до 2051 года предпринимателю. Тот должен был отдавать семье 10% прибыли. Однако, по словам родственника, от своих обязанностей арендатор уклонился. В декабре семья узнала, что Акимат лишил их прав на земельный участок и передал его в пользование все тому же предпринимателю сроком на 30 лет. Участник акции отказался от переговоров, связь сдержал через родственников внизу. Эта земля была передана местному латифундисту, очень крупному, в аренду. Затем этот арендатор, он все сделал таким образом, очень красиво, вместе с Акиматом, что земля сначала ее признали бесхозной, а затем оприходовали земельный фонд, фонд земельных запасов. И из этого фонда передали ему уже в качестве землепользователя. То есть была наша, стала ваша вот так. Мужчина приехал в Астану с требованием признать незаконным постановление Акимата о предоставлении ЭП земли в аренду сроком на 30 лет, а также возместить убытки. Выполнить условия мужчина требовал до 6 вечера. В противном случае казахстанец грозился совершить акт самосожжения. В итоге спасатели спустили мужчину с крана. На собеседование готов. Если сейчас на уступки пойдут, то проблему решат, наверное. Ему главное решить проблему, надо его мыть. А так-то в адекватную. Адекватный, нормальный человек, семейный, дети есть. Просто решил проблему так решить, наверное. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Модернизация Шульбинской ГЭС, решение вопроса бизнеса и поддержка сельхозпереработки. Алихан Смаилов обозначил приоритеты развития Абайской области во время визита в регион. Был затронутый вопрос реконструкции котельных, а также обеспеченной населения электроэнергии. И сразу несколько миллиардов пойдут на мост в Семее. Вся подробности в сюжете. В условиях современного Казахстана, когда появляются новые производства и объекты, потребление энергии будет только расти. А потому все энергоисточники и сети мы должны привести в надлежащее состояние, чтобы быть готовыми поддерживать растущую экономику энергии, сказал премьер в Абайской области. Например, Шульбинская ГЭС – самая крупная по республике в установленной мощности. Появятся в этом регионе и новые предприятия, инвестпроекты и не только. Ну и социальные объекты будут, и потребление энергии будет только наращиваться. Поэтому вот эти все энергоисточники, сети мы должны привести в надлежащее состояние. Ну и тепло, ТЭЦ города Семей. Тоже нужны необходимые средства для его модернизации, с тем, чтобы отопительный сезон проходили стабильно. Тут реализуется пилотный проект, опережающий диагностики, который позволяет отслеживать состояние основного оборудования в режиме реального времени и выявлять неисправности. Это сократит внеплановое простое и обеспечит безаваренность работы станции. Несмотря на то, что строительство станции не завершено, установленная мощность станции уже сейчас составляет 702 мегаватта, а при условии ввода второй очереди, при условии завершения строительства, ее мощность возрастет до 1050 мегаватт и увеличит еще и маневренную мощность, которой так сейчас нуждается Республика Казахстан. Абакарчикское горнодобывающее предприятие производит более 10 тонн золота в концентрате ежегодно. Тут трудится более полутора тысяч штатных сотрудников. Такие предприятия необходимо поддерживать, а еще нужно увеличить объем инвестиций в части недропользования, сказал Смаилов. Какие еще меры стимулирования для того, чтобы придать динамику? Глава государства ставит задачу по увеличению темпов экономического роста, а это без инвестиций невозможно сделать. А инвестиции, чтобы привлечь, нужно посмотреть, где у нас узкие места, что тормозит, что можно предпринять для активизации. Славится Абайской области выпуском растительных масел и жиров. В сутки местный завод, например, может перерабатывать порядка тысячи тонн семян подсолнечника, либо 800 тонн семян рапсы. В дальнейшем готовая продукция направляется на внутренний рынок и за рубеж. На сегодня здесь прорабатывается проект модернизации на 7 миллиардов тенге. Также мы с вами получаем шрот. Это высокопротеиновая кормовая добавка, которая применяется в таких сферах, как птицефабрика, рыбное хозяйство и молочно-товарные фермы. Также еще получаем с продукцией фосфатильный констрат, который применяется в пищевой промышленности и в строительной. В целом сегодня наши перспективы и развитие мы видим выход к потребителю, так скажем, напрямую, на полку с нашим маслом. Важным для семьи является вопрос теплоснабжения. И на реконструкцию двух котельных выделен 1 миллиард тенге. На теплосети 3,5 миллиарда в комплексном обновлении нуждается подвесной мост через реку Иртыш в Семее. На это выделено более 7 миллиардов тенге. Показали Смаилову и новый генплан. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Вернувшись в столицу из поездки, Алихан Смаилов поднял вопрос о повышении качества жизни казахстанцев в целом. Он напомнил, что одной из основных задач является снижение темпов инфляции до конца текущего года в два раза. А для стабилизации цен на продукты питания, Акиматом регионов совместно с Минторговлей необходимо обеспечить качественную реализацию системных мер по налаживанию торгово-сбытовой цепочки от производителя до потребителя. Для эффективного решения задач в социально-экономической сфере необходимо реализовать ряды реформ. Итогом должно стать значительное повышение качества жизни граждан путем увеличения доходов, создания комфортных условий жизни, обеспечения безопасности и расширения возможностей для всестороннего развития. Многие жалобы населения должны решаться превентивными действиями, проактивно. Особенно это касается здравоохранения, образования и трудовых отношений. Этому будет активно способствовать Единый центр приема граждан. Все первые руководители госорганов должны эффективно использовать данный ресурс для решения поднимаемых гражданами проблем. Сразу несколько студенческих общежитий появились в регионах. Для учащихся в вузах созданы все условия для комфортного и спокойного обучения. Это просторные и удобные помещения. На открытии важных для любого студента объектов побывал министр науки и высшего образования Сайсад Нурбек, а также ученые, преподаватели и акимы. Ну и, конечно же, студенты, которые с нетерпением ждут новоселья. Иногда учебные заведения самостоятельно решают вопрос обеспечения студентов проживанием. Например, в семье открылось общежитие по типу хостела, возведенное полностью за счет средств университета. Оно рассчитано на 400 мест, вложено сюда полтора миллиарда тенге инвестиций, а общая площадь объекта составляет 6000 квадратных метров. Это шесть уровней, 136 комнат для проживания, в каждой будут жить по три студента, есть еще душевые, фитнес, вай-фай и так далее. Нас, студентов, обеспечили таким прекрасным домом, с отоплением, освещением. Конечно, мы благодарны за это. Я сама приехала с другого конца области. Для нас, студентов, обучающихся по программе СИРПН, это очень важно. Сами все увидите, как там здорово. В университете обучается 8 тысяч студентов не только из Абайска, но и из других регионов. А потому вопросы общежития отнюдь не праздны, и в летнее время дом студентов пустовать не будет. Тут разместятся курсанты военной кафедры. Но вот такая у нас хорошая новость на сегодня. Открыли общежитие на 400 мест в Семии. А завтра уже в Актау откроем такое же, но уже на 500 мест в Есенов университете. Выходит, что всего за два дня два общежития. Эта работа будет продолжена. А вот и то, о чем говорил глава ведомства, это красивое современное здание общежития на 500 мест в Манкистауской области. Тут будут жить технологи, будущие инженеры и IT-специалисты. Скоро тут появится технопарк с разнообразным оборудованием и компьютерами с новейшими программами. Здесь же министр науки и просвещения встретился с молодежью, которая с интересом и любопытством слушала САЭС Ата Нурбека. Мы открываем специальный проектный офис в Мангостаусском регионе. Бюджетные средства предусмотрены на следующие семь лет. Мы готовы работать на хороших и выгодных условиях. Общежития, учебные корпусы, дома студентов – все это мы даем возможность строить. А потому мы приглашаем вас, уважаемые мангостаусцы, работать с нами напрямую при поддержке Акимата, если у вас есть такая возможность. При этом, как сообщили в Министерстве просвещения республики, есть дефицит мест в общежитиях для студентов колледжей. Это порядка 10 тысяч. Данный вопрос при этом решается. В 2023 году запланировали 9 общежитий на 2000 мест. Это в первую очередь за счет местного бюджета строится общежитие, за счет механизма госзаказа и за счет спонсорских средств. В целом, в рамках концепции развития образования до 2029 года, мы планируем ввод 10 тысяч новых мест в общежитиях в рамках концепции развития образования. А теперь немного по цифрам. В 103 организациях высшего и послевузовского образования – 309 общежитий по республике. В 22-23 учебном году в общежитии вузов заселены 101 522 обучающихся. Потребность составляет 55 тысяч 50 койко-мест, сообщили в Миннауке и высшего образования. А вот что касается студентов колледжей, то по данным Минпросвещения, для них есть 423 общежития, которыми обеспечены 85% студентов. В планах ввод в эксплуатацию общежитий на 2000 мест каждый год. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области в этом году будет запущено 54 инвестпроекта на сумму 47,5 миллиардов тенге. Об этом стало известно на аппаратном совещании областного Акимата по привлечению инвестиций. Однако, по сравнению с другими регионами, в Уральске очень мало проектов, которые реализуются за счет инвесторов. Акимобластина Риман Турегалиев отметил, что привлечение инвесторов в областной центр является одним из актуальных вопросов на сегодняшний день. Одним из главных вопросов на повестке дня на аппаратном совещании с участием Акимобластина Римана Турегалиева стал вопрос привлечения инвестиций. По словам Акима, в области нужно увеличивать количество инвесторов. По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал выросли на 9,9% и составили 501 миллиард тенге. В рамках привлечения инвестиций в прошлом году в областном центре в Бурлинском районе и районе Байтирек запущено 18 проектов стоимостью 224 миллиарда тенге, благодаря чему создано 700 новых рабочих мест. В рамках привлечения инвестиций в регион в этом году в районах и городе Уральск будет выделено 7,6 и 9 миллиардов тенге. Планируется запустить 164 проекта, в том числе в районе Байтирек на реализацию 14 проектов будет выделено 38 миллиардов тенге. В Уральске планируется реализовать 36 проектов на 27,6 миллиардов тенге. 14 проектов на сумму 10 миллиардов тенге будет реализовано в Бурлинском районе. Из реализуемых проектов сформирован список топ-10 крупных инвестиционных проектов, три из которых планируется запустить в этом году. Это строительство логистического центра стоимостью 1,5 млрд тенге, строительство кирпичного завода на 1,5 млрд тенге и производство биг-бегов на сумму 1,4 млрд тенге. В целях улучшения инвестиционной ситуации в регионе в планах реализации таких проектов, как строительство газоперерабатывающего комплекса, битовного завода, производство калейных удобрений, предприятие по переработке и утилизации отходов, по переработке масленичных культур, производство комбикормов для сельскохозяйственных животных, откормочных площадок и молочно-торговых ферм, а также предприятие по переработке кожи и шерсти. Инвестиции – это главный двигатель экономического развития, и, что особенно важно, они неразрывно связаны с инновациями. Без инвестиций инноваций быть не может. Одним из средств ускорения инновационного прогресса является привлечение в регион прямых иностранных инвестиций. Привлекайте больше инвесторов. В этом году планируется запуск 54 проектов с созданием 1430 рабочих мест общей стоимостью 47,5 миллиардов тенге. Из них 10 проектов на сумму 13,4 миллиарда тенге уже запущены. Это молочно-товарная ферма на 3,9 миллиарда тенге, производство фанеры на 2,5 миллиарда тенге, строительство двух медицинских центров на сумму 3,5 миллиарда тенге. Производство силикатного кирпича – 1,8 миллиарда тенге. Дана Керимбаева, Айбола Джекапара, Александр Крабырев, телеканал ТДК-42. Новый поворот в истории с разваливающимися новостройками в Актубе. Больше 40 семей временно переселили в дома, построенные для других очередников. Люди почти год ждут ключи от обещанных квартир. Лейла Уесова следит за ситуацией. Этот дом за моей спиной построили для участников программы «Бах-тот-пасе». Многодетные семьи и родители, воспитывающие детей инвалидов, уже год ждут ключи от обещанных квартир. Но вместо них сюда заселяются жильцы аварийных домов. Скандалом обернулось переселение жителей домов, где разваливается фундамент. 48 семей экстренно получили квартиры в совершенно новой многоэтажке. Но, как выяснилось, туда со дня на день должны были заехать другие льготники. Они ждут новоселье с прошлого лета. И теперь требуют объяснить, почему ключи от их квартир отдали другим людям. Теперь они говорят, акт нужно подписать. Акимат ссылается на то, что банк не принимает. Банк ссылается на то, что Акимат не подписывает, не дает какие-то документы разрешающие. В итоге, что мы вчера узнаем? Аварийная ситуация происходит в 4-м микрорайоне, вот эти два дома. Естественно, это вообще страшно, что там происходит. Мы их никого не обвиняем. Акимат что делает в этом случае? Он берет и отдает квартиры, которые вот-вот должны были уйти нам. Чиновники уверяют, что участники программы Баха-Тоот-Пасы не останутся без положенных квартир. Заявки на льготную ипотеку подали порядка 300 очередников. Правда, жильем обеспечат чуть меньше половины из них. А жильцов из проблемных домов сюда переселили временно. Самое главное, это у нас сейчас жизнь человека, его здоровье у нас, понимаете, да? У нас в предыдущих других городах истории были связаны с разрушением. Недавно вот уже оно в зене было взрыв. Поэтому не допустить вот такого коллапса, чтобы не опоздать, это было принято экстренное решение. Мы же не можем ждать документов, когда эксперт даст заключение. Два проблемных дома огородили забором, туда никого не пускают. За обстановкой следят полицейские. Признают ли эти новостройки опасными для проживания, еще неизвестно. Но возвращаться в разрушающиеся дома люди не согласны. Они требуют, чтобы и их жилищный вопрос благополучно решился. У нас взяли расписку, что мы здесь будем временно проживать, еще и предупредили, что если где-то что-то поломаем, то будем выплачивать ущерб. Возвращаться обратно в тот дом мы отказываемся. Подвал там в трещинах и ремонт уже не подлежит. В Акимате ждут заключения технической экспертизы. И тогда будет ясно, освободят 48 семей новой квартиры или все-таки их оставят в новом доме. Все они, к слову, тоже платят ипотеку по госпрограмме. Если же дом признают аварийным, то людям подберут другое жилье из коммунального жилфонда. Но на это опять же уйдет время. Лайла Уэсова, Жумар Хадайбергенов, телеканал ТДК 42, Октюбие. В жизни трех человек унесла авария в Октюбинской области. Смертельное ДТП произошло 23 апреля недалеко от поселка Жазык в Хромтаусском районе. На трассе столкнулись автомашины марки ВАЗ-2110 и Тойота. В результате аварии трое пассажиров первой легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия, а водителя ВАЗа госпитализировали в районную больницу. По данному факту начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства аварии. На автодороге Самар-Шимкент в районе поселка Жазык провисло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин. Автомашина ВАЗ и автомашина Тойота. В результате столкновения три пассажира автомашины ВАЗ погибли на месте происшествия. Водитель был госпитализирован в районную больницу. По данному факту начато досудебное расследование. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются. Пьяного водителя задержали полицейские западной Казахстанской области. Водитель автомашины с иностранными номерами пытался скрыться от полицейских. Не справившись с рулевым управлением, он допустил опрокидывание транспортного средства. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что водитель автомашины марки БМВС армянской регистрации, следуя по улице Чигана-набережная, не подчинился требованиям патрульных и предпринял попытку скрыться, выехав на Саратовскую трассу. Там мужчина перевернулся, водитель до последнего сопротивлялся. Из машины стража порядка пришлось его вытаскивать принудительно. Согласно заключению эксперта, на момент управления транспортным средством водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Благодаря тому, что сотрудники полиции вовремя задержали пьяного водителя, удалось избежать человеческих жертв. Машина выдворена на штрафстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 Кодекса об административных правонушениях Республики Казахстан. В Уральске задержали злостного нарушителя правил дорожного движения. Молодого человека, который передвигался на авто марки Лада Калина без номеров, оштрафовали на сумму около 700 тысяч тенге. Кроме этого, выяснилось, что водитель не имел права управления транспортным средством. Вычислили его при помощи программы «Призма-стоп». В пресс-службе департамента полиции сообщили, что при задержании 21-летний мужчина попытался скрыться от преследования и оказал сопротивление полицейским. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье 612 части 4 Кодекса об административных правонушениях управления транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав, повторных в течение одного года. И статье 590 части 2 Кодекса об административных правонушениях управления транспортным средством без госномеров. В АТРАО прошел республиканский конкурс АТРАО «Смартим Хакатон». В конкурсе «Знания в IT-сфере» приняли участие 15 команд со всей страны. Кто же оказался лучшим из лучших в конкурсе, организованном АТРАО «Смартим Хакатон» имени Халила Дусмухамедова, расскажет наш корреспондент. Команда «ЯСАУИ» специально прибыла на Хакатон из Туркестанской области. Ранее студенты, завоевавшие гран-при в Сакральном регионе по IT-сфере, и в этот раз не уступили никому первое место. Руководитель команды Гульнур Казбекова говорит, что главной фишкой их команды стало создание большого проекта, объединяющего пять главных задач. Каждая команда отличилась по-своему. Наша фишка в том, что ребята нашей команды объединили пять главных задач и сотворили один большой проект. Конечно, я рада и очень горжусь ими. Также выражаю благодарность администрации этого университета. Главная цель соревнований, в которых приняло участие 15 команд – поддержка талантливой молодежи, способствующей процветанию IT-отрасли в стране. Ведь движущей силой любого общества является подрастающее молодое поколение. По мнению сотрудников университета, такие образовательные соревнования дают огромный толчок развитию отрасли. Кроме того, появляется много возможностей для студентов на пути к достижению цели. К данному конкурсу мы готовились очень тщательно. Целью была только победа. Хотелось бы в дальнейшем больше участвовать в такого рода соревнованиях и внести свой вклад в развитие IT-сферы в стране. В соревнованиях, которые проходят в других регионах страны, результаты атраусских студентов также обнадёживают. А в самом атраусском университете Хакатон организовывают впервые. В республиканском мероприятии принимают участие студенты со всех вузов страны. Это Алматы, Туркестан, Тарас, Павлодар, западные регионы. Сейчас развитие IT-отрасли – это основные задачи всех университетов, как и вопрос цифровизации. Также есть большая поддержка со стороны государства. Поэтому мы будем выявлять талантливых студентов этого направления и помогать им в реализации их проектов. В двухдневном Хакатоне команда Айпанг Тарасского регионального университета имени Мухаммеда Хайдара Дулати заняла второе место. Третье место заняли команды Казахского национального женского педагогического университета и Атраусского университета имени Халела Дусмухамедова. Всем остальным участникам были вручены поощрительные призы и сертификаты. Айдана Каримова, Айбек Байзаков, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42, Атрау. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова